Эфир областного телеканала АЭСТ продолжит информационная программа «Середина земли» в студии. Работает Юлия Кожевникова. Я и мои коллеги расскажем о последних событиях российских регионов и коротко о том, что мы покажем сегодня. В селах Саратовской области скупают заброшенные дома с целью обналичить материнский капитал. Юным Илану Денсам представили пазлы с байкальскими эндемиками. Посылки с Алиэкспресс станут дороже. Почему? Расскажем далее. Срезал дорогу, оказался в больнице. В Саратове железнодорожники отправились на один из самых опасных участков в городе, где нередко травмируются пешеходы. Рядом расположен специальный переход. Однако саратовцы рискуют своей жизнью, перебегая прямо по путям. Корреспондент телеканала «Саратов-24» Роман Базан узнал, почему горожане выбирают не ту дорожку. Станция Трофимовский, что в Ленинском. До перехода 300 метров. Правда, популярностью сооружения не пользуются. Горожане предпочитают сокращать, перебегая по путям. У нас поликлиника, вот. Рядышком. Вот я сейчас иду из поликлиники. Три километра туда и обратно. Ловкости бабы Дины любой молодой позавидует. Ходит через пути от дома до поликлиники. То, что путь до лечебницы может стать последним, она уже не боится. Говорит, главное по сторонам смотреть. Во всех трагедиях старушка винит невнимательных саратовцев. Бывает так, что у нас вот здесь, она идет, ля-ля-ля-ля-ля-ля, электричка ее шибает. Это тоже халатность. Может, все-таки переходом воспользоваться? Переход, конечно, хорошо, но далеко больно. Ходить надо не по коротким, так сказать, дорожкам. Как мы говорим, волчьим тропам. А надо ходить по установленным местам. По словам железнодорожников, только в прошлом году в Саратове были травмированы 15 человек. Многие из них остались инвалидами, говорят специалисты. Сила инерции такова, что тормозной путь до одного километра подвижного состава. Машинист, он не сможет затормозить, если человек случайно оступится, подказнется и упадет на рельсы. Машинист не в состоянии будет чисто по техническим причинам предотвратить наезд. Поэтому люди, которые это понимают, они всегда пользуются пешеходными мостами, тоннелями, пешеходными переходами. По железнодорожным путям, словно гуляя по парку. О том, что ходить через пути опасно, рассказывают и школьникам. Железнодорожники устраивают так называемые уроки безопасности. В этот раз выбрали сотую школу. По соседству с ней как раз и находится железная дорога. Из-за того, что люди ходят наушниках через переходы. За правильные ответы подарки сотрудники железной дороги раздали девятиклассникам сувениры. Это помимо памяток. По их словам, до детей донести правила безопасности порой легче, чем до взрослых саратовцев. Роман Базан, Олег Бирюков, Саратов, 24. Полмиллиона золочугу в Саратовской области процветает необычный бизнес. Дельцы скупают, а потом перепродают недвижимость в глухих деревнях. Причем состояние домов их не волнует. Нет окон, дверей, текут крыши. Покупатели устраивают любые условия. Дело в том, что с помощью этой недвижимости мошенники обналичивают материнские капиталы. Жить в разгволюхах никто не собирается. Мои коллеги в Саратове отправились в глухую деревню и узнали, что обналичка сертификатов там поставлена на поток. Село Белогорное 80 километров от Вольска. Подобные заброшенные постройки здесь через каждые два дома. Избавляться от них сельчане явно не торопятся. Оно и понятно. Этим халупам здесь можно дать вторую жизнь. Дома как бы есть, но здесь просит. Здесь село. Как бы не дешевое село. Потому что оно здесь газифицировано. Тут асфальт, вся хрень за это. Николай. Сельский коммерсант и выгоду не упускает. Предлагает продать свою лачугу. В ней ни света, ни воды, ни газа. Одни стены да крыша. Под маткапитал, говорит деревенский бизнесмен, подойдет. При этом оформить сделку можно прямо здесь, на месте. На готове у продавца и полный пакет документов. Съездите, посмотрите этот дом. Да мне по барабану вообще где обналичивать. Я просто главное, чтобы все документы были. Ну смотрите. Есть сертификат, есть на нем большие деньги. Мне нужна наличка. Я понимаю. Да, сколько вы возьмете за это? 2% нормальной от суммы. Это сколько будет? Вы мне объясните, я вообще в процентах плохо понимаю. Ну вот от 4%. То, что в Белогорном населении увеличивается только на бумаге, в поселковой администрации знают. Говорят об этом неохотно. Чиновники уверяют, сомнительные схемы не одобряют. Но сделать ничего не могут. Администрация откуда знает? Ну откуда знать, что там Вася Васечкин продал за материнский капитал? Ну там же комиссия какая-то ходит в этот дом. Смотрит в любом случае. Нет, сейчас все минует администрации. Решение принимает в любом случае правоохранительные органы. Мошенническая эта схема или не мошенническая. В пенсионном фонде тоже знают о фирмах, предлагающих обналичить средства сертификатов. Но сделки с недвижимостью не контролируют. Только перечисляют деньги. За все годы ведомство выдало более 145 тысяч сертификатов. 9 из 10 пытались потратить на улучшение жилищных условий. Полтысячи мамочек в итоге попали в полицию. В возникновении сомнений в законности и обоснованности сделки, такой сделки, территориальными органами пенсионного фонда направляются запросы в межведомственные комиссии. Эта межведомственная комиссия выходит на проверку жилого помещения, по результатам которой составляется акт обследования и выносится заключение о пригодности либо непригодности к проживанию. Хорошо, что помогают рождаемости, но вариант выбора потратить этих денег очень маленький. Отсутствие выбора толкает людей на то, чтобы превратить этот капитал в какие-то наличные деньги. Бороться надо в первую очередь не с фирмами, а с желанием людей обналичивать материнский капитал. А побороться с желанием может только одним способом подстроиться под их потребности. И ограничить выдачу, может быть, неблагополучным. За последние несколько лет на сомнительных сделках попались 4000 россиянок. Наказания разные – до 6 лет тюрьмы, либо большие штрафы. Роман Базан, Олег Биряков, Саратов, 24. Откровения экс-министров начались в России первым. На смелые высказывания решился бывший министр экономики. А бороться с eBay и Алиэкспресс будут с помощью госпошлин. Порог для интернет-заказов установили в размере 20 евро. Обо всем этом подробнее в рубрике Артемия Ушакова «Чужие деньги». Был министром экономики, а стал Максимом Орешкиным. И заговорил. Несправедливо говорить, что богатые на руках имеют в 15 раз денег больше, чем бедные. Так и сказал. И сделал это публично. Для тех, кто не знает, последний раз, будучи министром, Максим Орешкин декларировал годовой доход в 21 миллион рублей. А нынче его вместе с правительством распустили. И уровень неравенства в России в его глазах сразу стал недопустимо высоким. Как будто бы его жена за хлебом отправила с кредитной картой. Но ничего-ничего бывает. Наш президент все исправит. Он тут недавно в потребительскую корзину заглянул. Теперь новое правительство должно будет ее пересмотреть. Как они это делать будут даже представить, боюсь. Об увеличении ее стоимости ничего не говорят. А значит, за те же самые 12 тысяч туда должны будут впихнуть как можно больше мяса, рыбы, овощей и фруктов. Впрочем, если эти ребята скажут, что у них получилось, нам придется им поверить. И вообще, такие мелочи не должны нас беспокоить. Родина поставила перед нами великую цель. Поддержать российские интернет-магазины в борьбе с ebay и алиэкспрессами. Специально для этого мы начнем платить пошлину за каждую заграничную интернет-покупку стоимостью от 20 евро. Я не ошибся, нулями порог в 20 евро согласован с Министерством финансов. И некоторые российские предприниматели не скрывают, чиновников об этом очень просили. Надо так надо. Давайте тогда уж и нефтяную отрасль поддержим. У них тоже времена нелегкие. Нефть теряет в цене. Естественно, на мировом рынке теперь ее продают дешевле 60 долларов за баррель. А по прогнозам аналитиков, скоро желающих ее купить станет гораздо меньше. Значит, что? Правильно, обновим ценники на заправках. И запустим модный челлендж. Фотографируемся у бензоколонок и выкладываем фото в сеть с хэштегом «Могу себе позволить». Чего не сделаешь ради процветающей экономики. Опять же, не будем забывать, власть для нас тоже старается. Вот, по данным МВД, в прошлом году в России совершено почти 105 тысяч экономических преступлений. Наворовали, понимаешь, на 447 миллиардов рублей. И Бурятия не исключение. Но вот они где у наших полицейских. Почти каждого второго задерживают. А остальные где-то ходят. Эндемики для детей благотворительная акция проходит в Бурятии. Местное отделение российского детского фонда представило серию головоломок «Байкальский заповедник». Как знакомиться с Ирбисом и Нерпой, и детсадовцы, и чем это поможет другим детям, расскажет мой коллега в Улан-Удэ Никита Коробенков. Животных всех узнаете на картинке? Да. Я знаю нефу. Кого знаете? Нефу. Они еще не выговаривают названия байкальских эндемиков, но уже запомнили, как они выглядят. Серия пазлов «Байкальский заповедник» попала в этот детсад благодаря детскому фонду. Марьяна, скажите, сами пазл собирали или кто помог? Алина. Она за этим столом присутствует? Да. Можете ее на нее пальцем показать? Да. Покажите. Давайте вот так по-честному. Какой пазл лучше? Тот, что дома, или вот этот вот? Тот, что вот этот. Вот этот лучше, да, чем домашний? Почему? Здесь животные из Байкальского. Идея акции родилась еще в 2017 году. Деньги от продажи головоломок собирались потратить на благотворительную помощь. Все это время искали художников и производственные компании. Стоимость проекта около 150 тысяч рублей. Авторам помогли спонсоры. И пазлы разошлись по магазинам города тиражом в 2000 экземпляров. У нас была акция пандемии, в рамках которого мы впервые создали и начали реализовывать благотворительные магниты с изображением панды. Нам кто-то заметил, что почему только панды, почему нельзя сделать проект, где будут, допустим, наши байкальские животные, краснокнижные животные в Бурятии и так далее. И мы решили, что почему бы действительно и нет. У нас были привлечены художники из Чуваши, из Угнуртии и из Бурятии. А это уже магнитные пазлы для более взрослой категории детей. Знакомьтесь, Ирбис Саяша и Нерпа Аюна. Каждая деталь их пазла отмечена цифрами или буквами. Для того, чтобы в процессе сборки дети изучали алфавит и запоминали первые цифры. Воспитанники пользуются пазлами во время занятий с воспитателями, а также на занятиях с учителем-логопедом, с педагогом-психологом. Влияет на экологическое воспитание детей, а также на познавательное развитие, речевое. Серия рассчитана на детей от двух лет и старше, поэтому авторы проекта активно сотрудничают с детскими образовательными учреждениями. Пока в ассортименте только четыре вида пазлов, но создатели планируют его расширять. Деньги от продажи пойдут на программы благотворительного фонда «Срочная социальная помощь» и «Талантливые дети». Никита Карабенков, Борис Бальчинов, телекомпания «Аригус». А теперь к нашей новой рубрике «Политики в сети». Узнаем, чем заинтересовали чиновники за прошедшую неделю пользователей всемирной паутины. Итак, начнем с главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, который предложил купить право на встречу и общение с известными людьми Украины. Стартовая цена поболтать за чашкой кофе с главой офиса президента – 5000 гривен. Полученные за приятельские беседы деньги чиновник планирует направить на благотворительность. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский присоединился к всеобщему флешмобу, захватившему Инстаграм. Загрузив свое фото в программу черты лица депутата Государственной Думы, фоторедактор трансформировал в Аврама Линкольна, чем Жириновский поспешил поделиться на своей странице в сети. В сети набирает популярность видеоролик, на котором запечатлен глава Хакасии Валентин Коновалов и мэр Абакана Алексей Лемин. Они возвращаются из московской командировки в Абакан в салоне самолета эконом-класса. К слову, губернатор Хакасии всегда при перелетах пользуется обычным эконом-классом. Такое сложно было представить с кем-либо из прежних членов республиканского правительства. Все они от министров до аппаратчиков ненасытно использовали бюджетные блага. И предпочитали исключительно бизнес-класс, комментируют пользователи сети. Это вся информация о событиях российских регионов. Я Юлия Кожевникова прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго и оставайтесь на Аисте.